Добрый вечер! Это программа «После новостей». 15 августа в России отмечается День археолога. В России или только ли, или вообще во всем мире. Узнаем об этом у нашего гостя Сергей Михайлович Фокин, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник отдела археологии и этнографии Красноярского краеведческого музея. Добрый вечер, Сергей Михайлович. Так все-таки это праздник наш локальный, российский или во всем мире отмечается День археолога? Нет, это российский. Во всем мире День археолога отмечается, ну там не именно как День археолога, но в общем праздник археолога то ли в конце июля, то ли в начале июля. Ну два раза можно отмечать. Да, и сейчас именно с года ковида началась такая традиция, пока она охватывает именно центральные научные учреждения, что они в эти дни проводят научно-популярные лекции для публики, посвященные археологической тематике. Вы, кстати, замечаете просто как зритель, как пользователь интернета, что в последнее время растет интерес к истории в частности, но может быть не к археологии, то есть копателей с лопатками может быть больше и не стало, ну в таком, в любительском формате. Но то, что сейчас люди больше интересуются историей, по-моему, ну по крайней мере в интернет-пространстве, для меня это очевидно. Я тоже считаю, что растет вообще в целом, научно-популярная тематика растет, увеличивается количество зрителей, которых это интересно, и в частности, конечно, истории, в том числе археологии. Могу даже на собственном примере, конечно, это как маленькая реклама пойдет, но Красноярский краеведческий музей имеет свой ютуб-канал, мы там тоже небольшую информацию размещаем, в том числе и у меня там есть пару циклов лекций, которые тоже выложены в доступ. На чем специализируетесь? Ну, конечно, археология. Ну, это широко. Сначала просто были у меня циклы лекций на общие такие темы археологии, а потом второй цикл лекций у меня был уже узкий, именно кочевые империи Евразии. Об этом я рассказывал, и то есть вот это вот свободно. До ковидного года мы как бы, я тоже рассказывал лекции, но даже мысли не приходило о том, что это можно записывать и выкладывать. А тут как-то пошло дело, и люди смотрят. Не было бы несчастья, да, несчастья. Да, великих просмотров, но тем не менее люди интересуются, задают вопросы. С чем это интересно, то, что если адекватный зритель, то с ними налаживается прямая связь. То есть можно поговорить, ответить ему на вопросы. И, в общем-то, я тоже любитель посмотреть такие же каналы других специалистов, и не только по археологии. Возовите пару имен. Ну, пару имен не то, что... Порекоменуйте. Времен, но есть вот канал Тактик Медиа, который в основном освещает военную историю, хотя там есть и цикл лекций об истории освоения Сибири, Дальнего Востока, другие некоторые специфические исторические тематики. Мне нравится. Или, допустим, площадка антробокинез, которые вообще получается широкий научно-популярный спектр, связан и медицина, и история у них имеется, и темы по биологии и физике. По поводу вашей специализации, вашей тематики, Европа или Азия? Вот основываясь на вашем опыте, как вы относите скорее нашу страну к каким культурам? Чисто в культурном плане, конечно, Россия является Европой. И для азиатских стран, для того же Китая, звучит удивительно, когда говорят, что Россия относится к Европе. То есть в культурном контексте Россия все равно попадает в европейскую культуру. И могу об этом с уверенностью сказать по той причине, что археологи в первую очередь изучают материальную культуру и вообще культуру древних людей. Поэтому мы немного разбираемся в культуре. У вас есть фактаж и доказательства. Я с этой точки зрения вас, как специалисты, спрашиваю. Так о чем говорят ваши факты и доказательства? О том, что с приходом русских на территорию Сибири европейская культура, получается, распространилась до берегов Тихого океана. Конечно, до 17-18 века европейская культура, ну, грубо говоря, она доходила до Урала. А здесь все же культуры носили такого, условно говоря, азиатского характера. То есть культурное влияние в первую очередь шло в направлении юг-север, то есть от Китая, других стран Среднего Востока проявлялось влияние, но что и кочевники как раз были ретрансляторами культурных различных традиций, которые проникали в таежную зону и доходили вплоть до тундровой зоны. А потом вот это с усилением роли вообще западноевропейских стран, и в частности российского государства, а потом Российской империи, эта парадигма юга-север была сменена на запад-восток. А где сейчас археологический клондайк в России? Там, где копают. У археологов есть поговорка, археологии нет там, где ее не ищут. Поэтому на самом деле археологический клондайк – это везде. Где бы вы сейчас хотели оказаться, если была такая возможность? Это оказался район моих научных интересов – это Мотыгинский район и Енисейский район ниже Енисейска. Если бы, конечно, финансирование бы мне позволяло, то я бы как раз сейчас находился не здесь с вами. Да, на что бы вы нашу студию променяли? А проводил бы раскопки в Мотыгинском районе. Там есть комплекс археологических памятников. Специально не говорю, потому что, к сожалению, у нас есть такие товарищи, как грабители древности, которые используют любые источники информации, чтобы потом приезжать и там выкапывать для себя интересные коммерчески привлекательные вещи. Поэтому в Мотыгинском районе есть комплекс памятников, которые включают в себя и погребения раннего железного века, и средневековья, и жилища, в которых они жили. Находок там очень много, там можно просто проводить несколько, как минимум, полевых сезонов, потратить полностью. И примерно такая же ситуация ниже Енисейска, недалеко от Енисейска, чуть пониже его. Там тоже есть комплекс памятников, на которых не просто это научный интерес, он развивает наши научные знания вообще о древней истории Красноярского края. Эволюционные открытия археологи совершали, ну, по крайней мере, на территории Сибири? Конечно. Самый яркий пример в 1920-х годах здесь работал ленинградский археолог Александр Сергеевич Теплоухов. И как раз на основе изучения культур при Енисейской Сибири, но он в основном работал именно на территории Минусинской котловины, он создал хронологическую периодизацию культур от Бронзового века до Средневековья. И вот это вот, какие культуры здесь были, как они сменялись, какое время они существовали, эта система с небольшими корректировками существует до сих пор. То есть он, не имея тогда тех вот сейчас там абсолютной датировки, еще смог вот эту вот историю проследить и сделать общий конструкт. То есть вот, получается, к сожалению, он был репрессирован и уже в тюрьме покончил жизненном убийстве. А его ученики стали известными специалистами в археологии уже в послевоенное время. Они продолжили заниматься историей Сибири, дополнили в класс, например, археолог доктор Наук Грязнов, тоже питерский специалист, вот он открывал Аржан-1 в Туве, который очень уникальный, царское захоронение, но много других тоже. А происходит какое-то международное сотрудничество между археологами? И как сейчас выстраивается это сотрудничество, когда вот список недружественных стран только множится? Только на товарищеском уровне. То есть люди везде понимающие, поэтому, в общем-то, выстраиваются отношения на уровне, кто понимает, тот и продолжает сотрудничать. Например, связи с странами ближнего зарубежья, с тем же, например, Казахстаном, они более плотные. Тут, конечно, вот это вот в культурном плане, в научно-культурном плане пространство, постсоветское, оно не рассыпалось. То есть люди все равно продолжают общаться, потому что мы все прекрасно понимаем, что границы, которые сейчас нарисованы, они условны, они всегда менялись. И поэтому в те времена, когда мы изучаем, чем больше тысячи лет проходило, все было совершенно по-другому. И вдруг себя отрезать, то, что, а, там другая страна, там чужие люди, а как? Если материал все идет туда, ты этим занимаешься. Конечно, мы всегда стараемся поддерживать контакты, связи. Такой дилетантский вопрос. Вот в археологии есть специализация по людям, по их культуре и животные, вот если останки какие-то находите, это другие специалисты называются? Животные это занимаются палеонтологи. Мы, конечно, не предоставляем материал. Археология вообще это комплекс наук. То есть археолог редко когда работает самостоятельно. Он может еще проводить раскопки самостоятельно, но все равно. Ему попались кости животных, он их относит к палеонтологам. Палеонтологи тоже. Как им найти выископаемые кости животных? Ну, в первую очередь всегда вспоминают о палеонтологах, либо о мамонтах, либо о динозаврах. Но на самом деле все то, что животные когда-то жили, и от них остались костные останки, это все равно может быть интересно специалистам. Он относит им этот материал. Почва сама по себе земля, хранит в массу себе информации. Остаются маленькие остатки зернышек от растений, по которым можно восстанавливать какой был климат. Следовательно, этот материал мы отдаем палеопочвоведам и палеоклиматологам, которые восстанавливают, какая была растительность, какой был климат. И вот так вот с этим работаем. Погребения выкопали. Конечно, сам инвентарь, который сопроводительный есть, интересует в первую очередь нас археологов, но костями занимаются антропологи. Вот, про погребения. Вот если помните, в книге Сергея Лукьяненко «Дневной дозор» там есть такой эпизод, как из-за вскрытой гробницы Тамерлана началась война, и вот какие-то гробницы вскрывают, там вирус какие-то древние выходят на свободу. Ничего такого нет? Нет. Во-первых, у вирусов продолжительность эффективного действия, она ограничена буквально годами. Это хорошая новость. Да. Как ткани полностью разложились, или они там в случае египетских мумий всыхаются, все. То есть место, где бы содержались эти бактерии, которые бы могли нанести вред, у них просто исчезает. То есть все. Это становится, условно говоря, стилерийным погребением и остатки тела, поэтому они на самом деле не несут опасность. Все эти рассказы о том, что, допустим, в тех же египетских пирамидах археологи там умирали, еще другое дело, что они работают в таких условиях, в склепах, где доступ к свободному воздуху затруднен. И развиваются легочные болезни. Они развиваются даже, вот я сотрудник музея, много приходится сидеть в хранилище, и я просто знаю, что нужно периодически выходить на свежий воздух, погулять, потому что можно словить его тоже. Кстати, вам что больше нравится, работать на свежем воздухе с лопатой, или как называется? Как называется, кстати, рабочий инструмент археолога? Лопата, лопата, да, все просто, меняется вроде бы технологией, но самый эффективный способ – это лопата у археолога, это лопата. По-своему, конечно, полевой сезон очень хорошо, когда находишься в поле, но основная работа археолога на самом деле проходит в кабинетных условиях. В библиотеках? В библиотеке тоже частично, но в основном получается, как тот материал, который ты накопал летом, это в лучшем случае треть объема работы, которую ты должен сделать. Остальное в камеральные условия, то есть в кабинетах. Ты сидишь, обрабатываешь материал, склеиваешь те же сосуды, проводишь различные анализы, да, смотришь, читаешь литературу, сравниваешь, где что такое было, аналогии ищешь, и пишешь специальный отчет, и мы не просто накопали, надо предоставить в Институт археологии в Москву научный отчет, это многотомные издания с фотоэллюстрациями, планами, различными анализами, и поэтому все уходит на это. Так что здесь неразрывно получается полевая жизнь и кабинетная. Но как работник музея, хранитель фонда археологии, скажу, что в фондах тоже можно, даже не выезжая в поле, делать открытие. Открытие, да. Вот такой необычный вопрос, как вы считаете, когда-нибудь в перспективе археолог может в нашей стране стать президентом или хотя бы премьер-министром? Ну вот я читал, что президент Ющенко на Украине интересовался археологией в свое время по молодости, то есть интерес проявлял. А все-таки станет ли человек, там какой-то займет высокопоставленный пост в правительстве, это напрямую не связано с той профессией. Все-таки здесь ученый, если остается, ему просто уже будет неинтересна вот эта политическая деятельность. Это, скорее всего, человек, который какое-то время был связан с археологией, если мы говорим, может ли археолог стать президентом. Он пошел дальше по своей, выбрал политическую карьеру, и, конечно, он может уделять внимание потом археологам, но это все сугубо на личностном уровне. Это субъективно он может помнить, а может и забыть, потому что вот для него политика. У нас кто там, Миронов, геологом был, но сейчас он возглавляет там фракцию, партию, но я не заметил, что геологи стали лучше жить. Спасибо большое. Сергей Михайлович Фокин, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник отдела археологии и этнографии Красноярского краевого-краеведческого музея, был у нас в гостях. Спасибо большое. И с праздником вашим профессиональным. Это была программа «После новостей». Я с вами прощаюсь. Всем удачи и хорошего вечера. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова